Девушки отдыхают Хорошо, что документ от обучения еще не известен нашим хореографам А то количество своих учеников резко сократилось бы А оставшиеся из них стали бы лучшими из The Best Всем привет, с вами Богдан и это рубрика «Время развлекаться» Сегодня мы находимся на отчетном концерте коллектива The Best И как вы уже догадались, его хореограф Денис Мергоязов Честно говоря, несмотря на мой полный оптимизма голос Приехала я сюда с очень скептическим настроением Детский танцевальный коллектив дает свой отчетный концерт в обычном районном ДК А в зале наверняка кроме родителей никого и нет Даже имя Дениса Мергоязова ничего не меняет Мы-то знаем, что сейчас хватает и бывших финалистов, полуфиналистов И просто участников многочисленных телепроектов И творческих коллективов, созданных по мотивам их недавней славы В общем, сложно сказать, виноват тут мой детский танцевальный опыт Или недавние годовые контрольные Но уже через несколько минут мои эмоции переворачиваются на 180 градусов Стоило просто пообщаться с этими ребятами Девочки, как долго вы готовили свой номер? Три месяца А почему так долго? Потому что надо сначала подготовиться, придумать танец Продумать идею Нужно сначала продумать идею, а потом уже делать саму постановку А кто выбирал костюмы? Ну, как-то все коллективно, да Все придумывали, да? Наша руководительница нам помогала Как-то все вместе Наша программа называется «Фритайм» Как вы проводите свое свободное время? Ну, в основном занимаемся танцами, а также отдыхаю Вы бы хотели стать такими хореографами, как Денис? Конечно Конечно Удачи Спасибо Девчонки, а ваш чисто женский номер? Нет У нас есть два мальчика Два мальчика еще Я готовила Ну, вообще, я предложила идею, а все остальные поддержали ее, и мы решили в этом танцевать Совместно Как вы знаете, здесь книжка, вы болеете? Да Отличная Хороший тренер? Да Вы хотели бы быть таким, как он? Да Желаю удачи Спасибо Привет, ребята, долго вы занимаетесь в этом коллективе? Я нет Сколько лет вы занимаетесь в этом коллективе? Чего? Год Сколько лет вы занимаетесь в этом коллективе? Год Ну, третий год Первый год Долго готовили номера? Ну, не особо, я болел, так пришел, выучил и все Мы особо готовили номера, где-то, может, месяц мы готовили Номер у нас большой, минуты четыре где-то Кто подбирал костюмы? Денис Денис. Хорошо работает? Да. Отличный хореограф? Да. Вы хотели стать таким же хореографом, как он? Да. У вас сейчас впереди. Спасибо. Спасибо, спасибо. Начавшееся в зале шоу окончательно поставило все точки над «и». Зал был полон, причем явно не только переживающими родителями, а концерт задержался всего на 10 минут. Не бывало точно для людей искусства. Из первых аккордов, прогремевших из очень качественно настроенной аппаратуры, я поняла, что это действительно один из the best днепропетровских коллективов. Тем более, что в шоу очень тонко проведена грань между профессиональными и начинающими танцорами. Первыми на сцене появляется сам великолепный Дэнс со своей командой, буквально начинает зажигать. А вот сразу после них на сцене появляется младшая группа. И разница в мастерстве как-то не чувствуется благодаря оригинальной постановке шоу. Начинаю ждать взрослых, и моя система снова ломается. На сцене самая младшая группа – маленькие феи. Как же все-таки классно танцуют эти ребята. Интересно, что бы они подумали, если бы я сейчас к ним присоединилась. Но ничего, у меня еще будет возможность танцевать вместе с Денисом на одной сцене, ведь он едет в наш летний лагерь. А подробности вы все узнаете на нашем сайте. Лезть со своей импровизацией в хорошо отрепетированное шоу – я все-таки не решилась, зато успела пообщаться с Денисом и выяснить, откуда взялась такая необыкновенная любовь к детям. У вас сегодня очертный концерт. Чем будете удивлять? Всем. Начиная с этих детей, с их глаз, с их радостей, с их подачи. Будем надеяться, что вся эта картинка, которая будет сегодня представлена, она будет… Она надолго запомнится в памяти у наших гостей. А если бы вы опять выиграли миллион гривен, куда бы вы их потратили? На развитие своего дела, потому что я полностью все свое сердце вкладываю в детей, в их развитие. Мы делаем постоянно что-то новое, мы становимся личностями, мы становимся артистами эстрады. Как вы относитесь к детям? Я их люблю, я их люблю, очень сильно люблю. Конечно, они порой достают, вот, и не хватает тех слов, которые я хочу сказать, вот, но я их люблю. Почему выигранный миллион вы потратили именно на учебники? Ну, во-первых, нам миллион не достался, и учебники, это была, конечно, навязанная нам идея, чтобы мы ее сделали. Моя идея – это вложение этих денег в роддом, в смысле, в роддом – это аппаратура, которая бы облегчила судьбу рожениц. Наша программа называется «Фритайм». Как вы проводите свое свободное время? Это как раз, наверное, не обо мне, потому что у меня, к сожалению, свободного времени нет. А если оно есть, я его максимально пытаюсь уделить своей семье. Вот. Сегодня, кстати, вся моя семья будет на сцене, и тот маленький ребенок, которому три года, который еще невнятно говорит, но она сегодня будет первые азы сцены познавать. А сцена тем временем вот-вот заискрится. Мы видим наших знакомых в деле. Хип-хоп сменяется о контемпораре. Что бы это слово ни значило – танцует не только тело, но и душа. Я уже окончательно путаюсь, кто здесь обычный танцор, а кто звезда. И только ведущие время от времени напоминают нам о титулах и наградах приглашенных звезд. Вот сейчас, например, перед нами танцует Никита Кравченко. И трогательно говорит со сцены, что главное в жизни – это любовь и семья, а это все для него танцы. Наверняка то же самое чувствуют сейчас и другие участники шоу, которые уже забыли, перед кем и за что отчитываются, а просто вдохновенно проживают номер за номером, постановку за постановкой, жизнь за жизнью. Напоминаю, что все это ребята приготовили всего лишь за один год. Вот что бывает, когда ты поистине занимаешься своим любимым делом. Развлекайтесь правильно вместе с коллективом The Best и программой Free Time. Богдана Белодетенко эксклюзивно для Free Time.